Когда человек теряет цель жизни, то трезвость, краса к жизни, она теряется. Ну то есть, человек не может жить просто так, ему нужна цель. А цель жизни может быть только Бог. Если у человека нет веры или он не серьезно настроен на отношение с Богом, то он живет просто как во сне. А до этого может быть тоже нормальная жизнь, если он выбрал какую-то цель, которая кажется ему главной, кажется. Но вам казалось, вот какая-то цель, она была уничтожена, наступила депрессия. Сейчас надо правильную цель жизни выбрать. Спасибо большое. Да, вопрос в том, что кто-то хочет менять. Меняйте, слушайте лекции, изучайте, как правильно жить. Причем тут муж? Причем тут муж? Меня напоминает, что он 14 лет, скажет, что не с тем человеком. А всегда не с тем. Мы мужа с Богом путаем, думаем, что он меня сделать должен счастливой. Человека только Бог может сделать счастливым. А муж нужен для того, чтобы ему служить, заботиться о нем. И становиться лучше рядом с человеком, надо становиться лучше. Это продолжение темы, вот, девушки. Это мой человек или не мой? То есть мой означает, я с ним должна... А, мне хорошо, все супер, отлично. Нет такого не будет. Хорошо будет, когда ты сдаешь свои экзамены. Когда ты служишь человеку, благодарность от его сердца пошла, стало хорошо. А так мы все чужие здесь. Нет своих. Невозможно найти своего человека, который бы вот всю жизнь тебе давал сделать счастливой. Такого нету здесь. Это наша иллюзия просто и все. Хороший человек, добрый человек, ласковый. Вы хотели такого вот внимательного. Но вот такого получили все. Что вот вам, что вот еще вы хотите от жизни? Вот все Бог вам дал человека, который вы хотели. Верный человек. Ну, вот этого нет. Ну, извините, это здесь не прописано. Если вы хотите, как бы думайте о Боге, служите человеку, наполняйте силой, высшей силой и отдавайте человеку счастье. И от него будет возвращаться назад то, что вы хотите. Оно придет к вам через ваше служение, а не через ожидание.